Вот это классно. Да, вот это ветер. Да, вот это ветер пенный. Пену срывает, ветер летит. Это хорошо. Справляться с кистью нелегко, но то ли это удаётся. Синие волны, белая пена, мальчик рисует море. А ещё одну новую картину он начал буквально на наших глазах. Это будет пещера, глубокая и загадочная, чуть припорошённая снегом, как-никак Новый год на носу. Кстати, оказалось, о пещерах юный художник знает немало. Вот когда волны обсказывают блюд, и через много лет появляются дыра. Ты молодец. Ещё в пещеру есть воды, сосудки. В них нельзя кричать, потому что пещера может разрушиться от звуковых вод. А в пещере кто-нибудь живёт? Живёт. Кто? Надо что-нибудь живёт. Летучек нашли. Ещё можно найти, наверное, динозавров. Море и пещеру то ли ещё предстоит закончить, а некоторые новые эскизы уже в работе. Наши дизайнеры готовят праздничные сувениры с рисунками мальчика. Мы подарим их на Новый год нашим друзьям и партнёрам. Руководитель отдела продвижения телеканала Енисей Анна Близнецова уверена, картины с изображением того, как необычный художник видит главный зимний праздник, обязательно полюбятся людям не меньше, чем известные рисунки с жирафом и горными вершинами. Это будут открытки календарей и кружки, которые мы закажем, собственно, у Толи. И нужно сказать, что если какие-то компании также желают сделать какие-то сувениры, какие-то подарки с рисунками, то мы готовы организовать эту коммуникацию, мы готовы помочь в этом процессе. Я уверена, что календарик, на котором изображён рисунок Толи, никогда не будет убран в дальнюю полку. Он обязательно будет стоять на столе, потому что он красивый, он душевный. Пока мы работаем с эскизами, наш герой временно сделал перерыв в творчестве, но всё для того, чтобы взяться за кисть с новыми силами. Мальчик отправился в Москву на реабилитацию. Ведь главная цель Толи, его родителей и нашего телеканала – восстановить здоровье ребёнка. Анна Московских, Алексей Овсянников, Алексей Гусев. Новости.